Смычок национального тувинского инструмента словно пронзает тишину пока еще пустого концертного зала. За кулисами идут последние приготовления к фестивалю Всероссийского оркестра национальных инструментов народов России в честь 225-летнего юбилея русского поэта Александра Пушкина. Народы России выйдут на эту сцену и представят свою уникальную культуру, уникальное исполнительское музыкальное искусство. Все вот это многообразие, оно сегодня сольется в такой единый, многоголосный, красивый, уникальный совершенно, еще раз повторюсь, хор, который будет окружен, так вот, овеян талантом и великой поэзией Александра Сергеевича Пушкина. Пока одни артисты настраивают свои инструменты, разыгрываясь на сложных музыкальных партиях, у других нашлось несколько минут для беседы о роли поэта в своей жизни. Я с этим выросла, понимаете, с этим именем Александр Сергеевич Пушкин. Лично я выросла и все мое поколение, естественно. Наши великие поэты, тем более такой, как Пушкин, его должны знать все. Мне нравится его слог, его ритм, его точность. Он именно подбирает те слова, именно подходящие слова, его стиль. Он точный, ровный. Я бы даже сказал, идеальный. Стихи Пушкина звучат сегодня на многих языках мира. В самых отдаленных уголках планеты читают, учат наизусть его произведения. Опросы и поэзия служат вдохновением для современных деятелей театра и кино, композиторов, поэтов. Дайте мне вашу руку пожать, вечный юный наш друг и учитель. Вы российскому сердцу подстать, вы в грядущее бодро глядите. Русская балалайка, алтайский тапшур, якутский хамус и чеченский пондер, калмыцкая дамбра и осетинский далафандыр. Подстроенные ритмы пушкинской поэзии звучат мелодии, исполняемые на народных инструментах многонациональной России. Музыкальное воплощение культурного многообразия страны. На протяжении своей жизни Александр Пушкин жил в Москве и Петербурге. Путешествовал по Крыму и горам Кавказа. Природа русской земли вдохновляла великого классика, чьи пронзительные строки и столетия спустя находят отклик в душах людей. Руфина Жаляева, Александр Мартынов, ТВ Брикс.